Современные методы оценки функционального резерва печени в хирургической патологии. Все эти подходы крайне интересные. Внимание, я слышу. Подпишись. Стараюсь максимально быстро. Следующий слайд. Ну, это определение, которое сегодня однократно было озвучено. Следующий слайд. Так вот, основной вопрос. Какой объем все-таки можно удалить или какой объем нужно оставить пациенту для того, чтобы он мог спокойно пережить пострелекционный период? Объем оснащенной парактимы во время 20-30% пациентов с нормальной парактимой небезопасен в аспекте развития просто или даже в конспекте проведенных процеследований. Большой слайфоном изобревания печени, доказанным абсолютно безопасным в основном объеме печени является до 50% ее функционирующих процессов. Ну, такой визуальный, практически, комментарий, кому, когда, сколько средиции. Какие методы все-таки помимо в геометрических оценках, применительные в оценках функциональных статей. Так как сегодня уже неоднократно в анализе эти методы. Хочу остановиться на таких динамических тестах инвестиционного характера, которые в последнее время приобретают больше актуальность. И в этом аспекте, вот в следующий слайд, два теста, самый распространенный, наверное, на данный момент, и фактически золотой стандарт в странах Азиаза против Великанского региона – это ICG-Gеранс-тест. И на данном слайде, опять схематично, произведены так называемые критерии МАМУР, при которых остаточная концентрация менее 10% инвестиционного зеленого в приносном брусе через 15 минут позволяет говорить о возможности выполнения расширенных геногипатоктоний, а остаточная концентрация более 40% дает возможность выполнить только макриации вокруг различных больших геногипатоктоний. Еще один элементационный тест – это синтегратия, которую мы дальше будем обсуждать, фактически, которая может быть разделена на два из степей – это статическая синтегратия, метод основанного ведения пациенту радиоупарм-репарата, который оперативно фиксируется в течение, а исчезаемое иммунение улавливается с помощью специальных детекторов гамма-кантеров. Вот вы можете видеть фактически синтеграмму пациента с очагом выпадения в области опыта. То есть мы можем сказать, что здесь функционирующие фотоциклы нет, что я считаю. И динамическая синтеграфия, которая дает возможность оценки функционального состояния параметренной печени по накопительной, выделительной, скорости накопления выделения этого радиоупарм-препарата. Притом, особенность в том, что при динамической синтеграфии мы можем брать показатели с любого сегмента, сектора, фактически с любой и графическое выражение этого, так называемого, пока там говорят, что вы говорите. Вот так, как мы производим данное исследование. Методика синтеграфической волюметрии. Изначально проводится компьютерно-финографическая оценка именно в волюметрических показателях, в последующем сопоставление данных компьютерно-финографии и волюметрии и оценку уже волюметрических показателей с использованием КТ-средов и с использованием синтеграфических средов. Следующий слайд. Какие оперативные вмешательства выключены в данных группах? Это большая часть подавляющих пациентов, с которым выполнена правосторонняя гемика пластомии, 37% пациентов это левосторонняя гемика пластомии, и 10% пациентов, в котором выполнена резекция печени в объеме 3 см. и какие данные мы получили при сравнительном анализе компьютерно-финографической и волюметрической синтеграфии при различных оперативных вмешательствах и расчетах параметров. Здесь вы можете видеть, что особенной разницы нет. И вот графическая фактически отражение вот этой разницы. Здесь можно видеть, что синтеграфические показатели достоверно соответствуют конкретно-финографическим показателям в оценке объемных измерений. И плюс к тому имеется прямая традиционная связь с высокой долей, которая говорит о возможности выполнения синтеграфической глиметрии в качестве аналога комплектентно-финографической болезни. Что же мы опять-таки сегодня говорилось много о методах лекарного лечения печени в качестве профилактики после элекционных пациентов. В нашем пациенте аналог это радиочастотная абляция зоны будущей резекции с эмболизацией чересфольной эмболизацией и один пациент с переездом права портальной резекции. Интересные данные получили у пациентов после предварительной редукции портального кровотока. На данной слайде вы можете видеть фактически пациентка после предварительной формы эмболизации и дополнительного прожигания зоны последующей резекции пищи. И на сентябре через две недели после выполненной эмболизации мы можем видеть фактически разрежение параметного печени снижения функциональной активности печеночной параметки наоборот ее перераспределить в сторону остающейся левой цели и опять-таки интересное визуальное проявление зона прироста будущего ремната сентябре вот она выглядит как появляющееся облако на сентябре как раз то, что говорит о начале активной регенераторной функции остающейся стыгматы очень интересные данные мы получили при сравнении к компьютерно-томографической сентябре в пост эмболизационном периоде средняя величина разницы в алиметрической оценке составила около 13% данные при расчете не соответствуют критериям достоверности но мы это связываем с тем, что выборка пациентов в данный момент мала хотя определенная тенденция есть надеемся, что в общем-то получим статистически достоверные данные при почве на боль пациент статическая статическая статиклапия представляется нам методом объективной оценки функциональной реализированной объема печени при обретающем основную ценность условиях неравномерной функциональной активности особенно при локальном нарушении кровоснабжения здесь вы видите фактически выпадение отражения статиграмм пациент после ранней выполненной портной инвалидации то есть в принципе отсутствие функционирующих пациентов переправда опять таки переходя уже к функциональной оценке динамической синтегратики и более быстрое накопление и выход на определенную плату и более тупой угол при оценке динамических показателей которые в последующем выражаются еще в числовых процентах в нашем стационаре есть большое гипотологическое отделение где находится на лечении пациентов с различными доказанными гистологически доказанными гипотными заболеваниями печени и вот при анализе наборе мы выявили достоверную корреляцию степени фиброза от коэффициента индекса печеночного захвата таким образом мы можем четко и достоверно утвердать что степень фиброза коррелирует с индексом печеночного захвата получим при динамической степени хотя при сравнении каждой из этих групп мы не получили достоверное различие между коэффициентом и соответственно гистологическим критерием при фиброзе третьей четвертой степени опять мы это связываем с малым набором пациента потому что тенденция определенная степени наше промежуточное заключение третье значение пациента после портального кровотока в предоперационном периоде составе губерных печеночного захвата 2,7 10 то есть значительно выше чем у пациента в ранее послеоперационном периоде у нас было отмечено формирование тяжелых постретекционных достаточностей в двух случаях хотя полиметрические показатели были более 40% минимальный объем массажный парамет по данным синтеграфия составил 23% в связи с высоким риском развития постретекционной печеночной недостаточности при нецелесообразном выполнении пациентов с индексом печеночного захвата менее 2,1 что на данный момент соответствует четвертой технике брозы таким образом статическая синтеграфия наступает по своим данным комплектующим комплектующим индустрии в соотношении объемов фрагментов при ненарушенном здравоустановлении органа зачастую превосходит комплектующую индустрию при локальных нарушениях здравоустановлений динамическая синтеграфия дает возможность неинвазивной оценки сохранности функционального резерва на дооперационных статях сочетание статической динамической синтеграфии позволяет комплексно дооперационно оценить объем состояние функций различных как форум что существенно расширяет возможности реферационных прогнозируем рисков развития посреди самих скажите у вас есть современный может быть даже могут делать так называемую терпизионную комплекту награде есть гомокагер есть на какое следование не точно чтобы ответить на те вопросы которые вы себе задали в небольшом комментарии мы сейчас фактически всем разработали обшли инфициент и при пограничных или недостаточных картинок мы обращаемся к радиологу и зачастую больше ориентируемся на данные сентеграции у нас как-то получилось наоборот когда еще не было концепта домога возможностей делены и делали мы все делали сентеграфию печени нет абсолютно разные возможности потом появились домогу потом появились с и про готов лабораторию честно говоря забуду совсем хорошо что вы нам напоминаете действительно глупо наверное требуется анализа и изучения с учетом новых возможностей исследований но мы еще должны немножко считать деньги тут еще можно на оппозиторную миссионную демократию предложить я думаю что в будущем вы сможете показать именно место скажем ту категорию пациентов которые действительно необходимы сочетания компьютерного я все таки для себя я о себе говорю вы не убедили меня что думать что обширная резекция будет определять ее размеры и все остальное можно вы сказали что можно все я на правах он кстати тренд не нет 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 нет